Приветствую вас, Светлана. Я думаю, что начать мой ответ надо бы с того, чтобы сказать, что мужчина, которым вы находитесь в отношениях, сейчас, к сожалению, вами манипулирует. К сожалению, он использует вас, использует ваши чувства, делает он это достаточно, я бы сказал, достаточно лёгко, достаточно, так скажем, приёмно. Мужчина боится. Боится близости, боится чувств, боится зависимости от вас. И вот он делает зависимый вас. У вас ещё, в свою очередь, есть проблемы с личными границами. Вот. К сожалению, у вас есть проблемы с личными границами, достаточно сильные проблемы. Вот. У вас есть проблемы, в том числе, с самооценкой, потому что, ну, вот, в каком-то смысле, в каком-то смысле, вы берёте, вот, сувину на себе. Вот. В общем и целом, это достаточно негативная такая, я бы сказал, история. Ну, потому что, брать, брать на себя ответственность за то, что вы, может быть, сделали, за то, что вы, может быть, хотели бы сделать, но... В некотором смысле, это, ну, ну, это довольно негативный аспект. Ви в северном смысле-то. Партака Суббой Партака Вот, и в какой-то степени это является серьезной, достаточно серьезной проблемой, вот, потому что ничего не стоит вас таким образом принижать, вот, и ничего не стоит таким образом вами манипулировать, ничего не стоит таким образом делать то, что вы хотите, то, что хочет мужчина. Дальше, важный момент заключается в том, что вам больно, и вы хотите, чтобы он, ну вот, чисто объяснил, и вы хотите, чтобы он там вас, как вы говорите, допрыгнулся. Вот, если вам это нужно, чтобы он допрыгнулся, да. При том, при том, что сами, саму эту потребность вы не оснаете, саму эту потребность вы не ощущаете, но она есть, эта потребность, она имеет место быть у вас, она, что называется, существует, она реально, это потребность в том, чтобы вас обнимали, чтобы, чтобы, к вам, ну, как-то, лучше относилось, что ли. Вот. И это очень важный момент, на самом деле. Вот. Вот. Это важный момент именно для раскрытия отношений, то есть, что вы сейчас устраиваете свои отношения с точки зрения зависимости. Вот. С точки зрения, именно с точки зрения зависимости. То есть, вам можно манипулировать достаточно легко, вот, можно как-то, значит, ну, как-то, вы как-то заставляете вас делать то, что мужчина хочет, и плюс, вы еще пытаетесь его, вы пытаетесь понять его, его, да. Вот. то есть, эм, основная проблема здесь заключается в том, что, если человек, эм, говорит, эм, например, о каких-то э, шансах, Если тебе говорят, что я даю тебе шанс и так далее, то это означает, что у него чувство собственничества. То есть вы здесь, боюсь, не совсем верно понимаете отношения, вообще как таковые отношения, я боюсь вы понимаете в это разные моменты. Вы говорите, что если есть ревник, значит если вы будете... Нет, 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 нет. Сынен совсем так. Ревник это чувство собственничества. Это ревник. Ревник это чувство собственничества. И реальность не имеет ничего общего с любовью, поэтому здесь вы, к сожалению, не правы. Но если в войне именно так воспринимается любовь, то, честно говоря, я не удивлён, что в таком случае, почему мужчина относится к вам. Так как относится. Следующий момент – это проблема конфликтов, потому что вы ссоритесь. Ну, во-первых, здесь я рекомендовал бы вам поисследовать психологическую игру «Скандал», во-первых. Во-вторых, ссора, вот такая, когда люди боятся близости, то есть, вот очень важно понимать, да, что когда человек боится близости, когда он страшится её, то возникает агрессия. Как естественная реакция, там, на страх, например. И человек закрывается по себе, да, человек пытается защититься. Вот, собственно, защита, собственно защита и представляет из себя ссору. Ну, ещё ссору из себя, конечно, представляет ситуация, при которой ещё люди не выражают свои… чувства к, ну, какой-то ситуации, люди не выражают свои чувства к, ну, какой-то ситуации. В этом случае тоже происходит вот эта вот проблема. В этом случае тоже происходит проблематика 40, к большому сожалению. Поэтому здесь можно ответить вам, наверное, при таком ключе. То есть, э, в целом, в целом это очень, э, очень, э, сильно похуже на, не менее выражать свою позицию, э, это у вас с вашей стороны, да. Некоторые конфликт, конфликт, э, того, что вы хотите сами, и, э, того, что вы считаете, э, ну, должны делать для того, чтобы быть в отношениях, для того, чтобы сохранить отношения, может быть. Какой-то такой вот, можно сказать, наверное, постоянное напряжение. Вот. Вот. То, что, ну, вот, то, что я мог бы, наверное, выдавать, да, постоянное напряжение, э, ну, с вашей стороны, конечно же. Вот. Вот. Ну, и, э, как слезок, вы, э, ведете себя, соответственно, с вашим образом, с одной, с другой стороны. Вот. Ну, а с другой стороны, с другой стороны, вы выбираете себе человека, соответственно, с вашего человека вы себе выбираете. для отношений, если выбираете себе человек, для отношений, э, который обращает, э, ну, по сути, вашу позицию, такую, такую позицию, человек, обращает человека. Так. Вот. То есть, это ваше повидность, ну, вот, например, в отношениях должна быть ревность, что, ревность, там, допустим, у меня все приятные, ну, вот, э, ну, всякое такое, конечно говоря, вот. Не очень приятно задумывается о том, что, что же, э, вообще, значит, что значит ревность, что значит то, что человек меня ревнует. Ведь, по факту, мужчина, он, э, не хочет вас распределять, мужчина, ну, по сути, мужчина, э, просто, э, не позволяет вам, э, быть, ну, вот, в какой-то степени, э, свободно же, получается. А вы, э, к этому относитесь, вот, так, что вам это приятно. Вот. Всего я делаю вид, что вы выбираете, э, такого человека, который, э, ну, который, э, вот, э, должен вас ограничивать. То есть это вот, э, потребность в ограничениях, потребность вы о том, чтобы, э, вас, э, как-то, э, уважали, как-то, э, приезжали, как-то, э, показали, э, как надо. Да. Человек хочет, чтобы его ограничили, хочет, чтобы его как-то установили какие-то рамки, может быть, потому что его как-то рамки, чтобы его ограничили, либо негатив, либо пайс, либо что-то еще, то есть вот какая-то проблема, может быть. Ваш мужчина хорошо, что это не то, что может мужчина хорошо, что это то, что будет, и как бы он этим пользуется? Ну, он этим пользуется не потому, что он какой-то плохой, он этим пользуется исключительно потому, что вы позволяете ему это делать. Если бы вы не позволяли это делать, ага, человеку, то он бы не пользовался. что-то необычное, в данном случае. Ну, нам, ну, это не что-то необычное, в данном случае. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. вот такой момент я бы хотел бы вам сказать об этих моментах. Ага, вот, значит, что еще? Ага, вот, значит, я не знаю, значит, как быть, как ты наладишь, чтобы он просто хотел меня обнимать, подходить, говорить опять люблю, просто я на мою люблю, говорю, я знаю. Ну, вот, подумайте немножко о тех, на тех тем и того, почему вы в этом не ставите, чтобы он вам говорил люблю. То есть, о-о-о, почему вы, откуда это желание? У вас появляется, откуда это желание? Желание, чтобы я говорю вам, что выбрать, выбрать. Вот. А это очень важный момент, на самом деле, потому что это влияет на ваше поведение, влияет достаточно сильно, на ваше поведение. Ага, вот, и на мой взгляд вы, на мысль вы это игнорируете. То есть, на мой взгляд вы не придаете этому значение, а такое значение, какое бы и стоило придать. Ну, потому что это вообще-то серьезно. Ну, и в целом, я думаю, что можно было бы, можно было бы, обратить внимание на такие аспекты, как, что между вами общего, вот, можно было бы обратить внимание на то, что между вами общего, именно, именно вот, между вами общего общего. Можно было бы обратить внимание на то, чего вы хотите, сами, ну, просто, что вам, ну, что вам нужно, да, все вы навстать. Можно было бы обратить на это, на это, на это внимание. можно было быдать внимание на то, что, где вам нужно было бы внимания. Вот, можно было бы поисследовать, чтобыQ. вот, можно было бы, поиследовать, стуалить, чё вы хотите, на каком- таком, знаете, ну, на каком-то таком глобальном, глобальном уровне, ну, наверное, было бы это преследовать. Что же? Ааа, ну, я тоже федорит на то. Дальше. Так, где-то объясните его поведение. Ну, зачем вам, чтобы мы объяснили его поведение, это вот тоже такой достаточно важный момент на мой взгляд. Ааа, значит, человек манипулирует вашими желаниями, я повторю, это именно манипуляция тем, что вы хотите. Что-то именно манипуляция тем, что вам нужно. Вот. Ага. И... И... Используем некого диссонанса вашего, вашего диссонанса. Внутреннего. Себе во благо. Человеком. Я бы смотрел здесь какие-то варианты личностного роста для того, чтобы выстраивать более, ну, такие взрослые, может быть, более осознанные, может быть, отношения, чтобы не выстраивать их вот так, как это делается сейчас. Увы. Позиционируя себя и позиционируя, ну, любого мужчину, как достаточно недрелых людей, соответственно, недрелыми отношениями. Вот. Ааа... Это вот такой, достаточно, ну, важный момент, как мне кажется. Ага. Следующее. Значит, вот давайте посмотрим. Вы говорите. Значит, ааа, с парнем живем два с половиной года. В этом время много ругались. Ну, вот. Да, понимаете, вот. Вы почти много ругались. Кто? Нет. Вы, Светлана. Вы ругаетесь. Молодой человек. Из чего вы ругаетесь? Почему вы ругаетесь? Как вы приходите к нам, чтобы ругаться? Именно вам. Это очень важно. Ааа, дальше, точнее, я всегда была виновата. Ну, как так получается, что вы всегда были виноваты? Как это возможно? Именно. Как это возможно? Что вы всегда были виноваты? Меня всегда прощало. Но, опять же, здесь какая-то позиция, я бы сказал, уязвимая. Да? Вот. Не находитесь, что в какой-то степени это уязвимая позиция у вас. И предупреждали, что всему здесь конец и тут ожиренная сон. Ааа, опять же, да, вот. Предупреждали, что всему здесь конец. Этому не блядь. А, черные ссоры. Из чего? А, любимый говорит, что я устал, больше так не могу, что я устал, больше так не могу, больше так не могу. Эм. Вот, понимаете, у меня складывается такое впечатление, что вы хотите отношения. Одних. Ну, то есть. Эм. Одного плана вы хотите отношения. То есть, например, вы хотите отношения, ну, к примеру, вы хотите отношения, которые, в которых вы были бы разыщены. Например. Например. Эм. 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 В которых вам, ну, было бы хорошо. Например. Эм. 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 достаточно такого авторитарного, по вашему мнению, наверное, сильного мужчину. Но этот авторитарный или сильный мужчина, он имеет некоторые негативные моменты, некоторые негативные аспекты, с которыми вам, как мне кажется, достаточно сложно мириться. То есть вот есть какие-то нюансы какие-то есть у человека, грубо говоря. И вот эти нюансы, они вынуждают вас на конфликт, как мне кажется. Они вынуждают вас на конфликт. И вот происходит диссонанс некоторый, потому что вы не понимаете, почему так все должно быть идеально. Вот. Но идеально не получается. Идеально не получается. И... Значит, вы ссоритесь. На мой взгляд, как-то вот не готовы, может быть, ну, может быть, вы не готовы платить вот ту цену, которую вам приходится платить. То, чтобы быть в таких отношениях, как их вы хотите быть. То есть понятно. То, что я имею в виду, это вот те отношения, которые вы пытаетесь выйти. И так далее. Вы... 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 В них быть не готовы. Не готовы. Вот. А... Потому что... Не устраивает вас. Да. Цена. А... Которую вы вынестили платить за это. Не устраивает то, как вы делаете. Да, мужчина. Да. И так далее. Вот. И... Садится. Ну, это... Очень... Тяжело... Ваню... Ваню... А... Ваню... Садится. И... И... Ваню... 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 А приятелись. Вам нужно определиться, чего я хочу, вам нужно определиться, что мне нужно, вам нужно определиться, в какую сторону я хочу двигаться, как в реале, как минимум. Потому что в париативном случае ситуация будет складываться негативно, достаточно негативно она будет складываться. Вот то, что я могу вам сказать в соответствии с тем, что вы написали. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok